Зима окончательно отступила. Столбики уличных термометров повышаются с каждым днём. Одними из первых выходят из спячки иксодовые клещи. Они начинают активизироваться при устойчивой температуре воздуха плюс 10 градусов. Крошечные насекомые зачастую становятся переносчиками опасных заболеваний. Иксодовые клещи передают такие инфекционные заболевания, как клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, тулеремия, эрлихиоз, анаплазмоз и многие другие. На территории Сарова специалисты фиксируют только клещевой боррелиоз. Эта бактериальная инфекция успешно лечит с антибиотиками. Но чтобы не стать жертвой опасных насекомых, перед посещением леса нужно правильно подобрать одежду. Необходимо иметь длинный рукав, рубашки или куртки, и манжеты должны плотно прилегать к телу. Брюки, по возможности, нужно заправить в сапоги или носки. Одежду лучше выбирать однотонных и светлых тонов. Дополнительным средством защиты от укусов служат различные отпугивающие спреи и лосьоны. Репелленты обладают специфическим запахом. К тому же, обработанная таким образом ткань сохраняет свои свойства несколько дней. В нашем городе клещей на наличие антигенов не исследуют. Прием насекомых на такой анализ проводится в лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Нижнем Новгороде. Елена Грецкова, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров, 24.